Время заместителя губернатора Владимирской области Мария Чекунова, получившая известность благодаря своему совету, мыть полы в больнице снова в тренде. Теперь чиновница отличилась новым высказыванием, способным стать крылатой фразой. Во время отчета перед депутатами она заявила, что льготникам следует лечиться не дорогими импортными лекарствами, а дешевым пургеном. Вся соль в том, что пурген не производится в нашей промышленности уже 20 лет. С какой же целью чиновница решила вызвать массовый понос? У представителей малообеспеченных слоев населения доколе неизвестно, а мы начинаем. Сегодня суббота, а это означает, что на канале «Реальная журналистика» своя особая версия программы «Что произошло?» Итак, поехали. Как мы уже рассказывали, Свердловская область очень хочет принять универсиаду. Екатеринбург будет, по сути, конкурировать сам с собой, но никому больше это мероприятие не нужно. В регион потечет очередная денежная река из федерального бюджета. Вот только на качестве жизни простых Свердловчан это, увы, никак не скажется. Ибо уже не одно подобное мероприятие прошло в этом регионе, а вот и ныне там. Какой хозяин, такое и хозяйство, гласит народная мудрость. А хозяйство уголвы Нижнетуринского городского округа незавидное. Сети водоснабжения отданы в концессию частнику. Жилищный фонд ветшает и приходит в непригодность. Некогда богатый поселок сигнальный погибает. Жители поселка не чувствуют никакой поддержки от властей, но регулярно получают счета за оплату коммунальных услуг. С начала весны сетями холодного водоснабжения занимается муниципальная управляющая компания «Искра». С тех пор ситуация только ухудшилась. Почти неделю люди сидели без холодной воды. Система водоснабжения разбалансирована. Из крана воды не дождаться, зато есть давление из канализации. С канализации, вот с унитаза, машинка стирается. Вот так вот все поднимается вот сюда. То есть когда включили воду, с унитаза смыли? С унитаза, да, смыли. Вот здесь вот у нас вонь стоит постоянно. Невозможно. Чинить порыв на сетях в одном и том же месте могут по шесть раз подряд. Выкопают, заварят старую трубу, закопают. Итак, весь год одну и ту же дыру подваривают. Ремонтные работы нередко проводятся за счет местных жителей. Годами бьют из-под земли ключи холодной воды. Заливают луга, огороды, дома. Из муп «Искра», созданной главой Нижнетуринского городского округа Алексеем Стасенком, пламя вряд ли разгорится. Это искусственный конструкт, который даже тарифным выполнением работ защитить самостоятельно не может. У муп «Искра» нет ни техники, ни денег. Есть только директор и мастер давать обещания мэр Алексей Стасенок. Ой, да все нам обещали, все. Только выберите меня, все у вас будет. Но на концовке все хуже, хуже, хуже. За два года глава городского округа, по словам жителей, посещал населенный пункт три раза. Вот что он нам обещал? У нас ничего это не сделалось, понимаете. Трассу отопления нам никто не отремонтировал. Она голая. Она голая, совершенно понимаете. 600 рублей в месяц люди платят за то, чтобы для них ничего не делали. К канализационным бакам никто не ходит. Мы первыми протоптали тропинку по сугробам. Баки стоят переполненные. Вонючая водичка вытекает на рельеф. Ну, или по самовыкопанному обводному каналу вокруг фермерского хозяйства. Местные власти предлагают людям нанимать осенизаторную машину за свой счет. То есть предлагают платить пенсионерам еще около 1000 рублей каждую неделю в дополнение к тем счетам, что им и так выставляют. Вот здесь вот у нас находится канализационный люк. Канализация должна откачиваться. Как видите, где он? Как его найти, этот канализационный люк? Да какая разница? Здесь все в сугробе. Они не подъезжают, они сюда. Они ничего не делают, они не откачивают, они ничего не делают. Зато деньги собирает регулярно. Семья Гринкевич платит за квартиру около 6000 рублей. Квартира оборудована центральным отоплением, но в ней холодно. В комнате стоит электрообогреватель. Жители топят печь, заказывая по три грузовика с дровами в год. Вот сегодня во сколько затопил печку? Где-то в 9-10. В 9, вот, время 2 часа мы все еще топим печку. То есть вот только сейчас вот начинает нагреваться дом. Хотя есть обогреватели и вот есть... То есть за ночь все остывает, да? Конечно, я приехала сегодня с вахты, думаю, уже холодно. У меня за спиной единственная котельная поселка Сигнальная. Именно она дает горячую воду и отопление жителям. Но сети настолько в плачевном состоянии, что тепло до людей не доходит. А в Смоленской области не до универсиад. Похоже, что здесь по населению не ударила ни мусорная реформа, ни повышение пенсионного возраста, ни изменения в сфере ЖКХ. Здесь по-прежнему ведут санкционную войну. Продолжают корреспонденты программы «Город и мы». В пяти грузовиках из Белоруссии в Россию ввозились яблоки без каких-либо сопроводительных документов и отметок о прохождении фитосанитарного контроля. Маркировка на большей части товаров отсутствовала. На части имелись этикетки, где страной происхождения указана Белоруссия и Украина. В одном из автомобилей на коробках остались следы полустертых этикеток с надписями на польском языке. Еще в одном из грузовиков маркировка на таре свидетельствовала об украинском происхождении яблок, ввоз которых в РФ запрещен. Следует отметить, что ряд участников внешнеэкономической деятельности, осуществляющий незаконный ввоз товаров, подпадающий в список продуктового эмбарго, используют такой метод, как ввоз товаров, небольшими партиями. Естественно, для того, чтобы уменьшить свои издержки в случае задержания транспортных средств. Примером может служить последнее задержание, когда были задержаны несколько транспортных средств, в которых перевозились яблоки, в общем-то, весом от 3,5 до 8 тонн в каждом из грузовиков. При этом товар, часть, маркирован этикетками Республики Беларусь. На части груза вообще отсутствует какая-либо маркировка. Ну и сопроводительных документов никаких при проверке выявлено не было. В отношении двух перевозчиков в Смоленской таможне возбуждено дело об административном правонарушении. Нарушителя ждет наказание в виде штрафа, предельный размер которого составляет 300 тысяч рублей. В отношении остальных партий товаров, совместно с сотрудниками управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской области проводятся дополнительные проверочные мероприятия, по результатам которых и будет принято решение как в отношении товаров, так и перевозчиков. Что потом происходит с этими овощами и фруктами, показываем наглядно. Зачем чиновникам вообще о детях новорожденных заботиться? Простому люду и так сойдет. В Югорске местный горздрав разрешил хранить детское питание прямо в морге. Среди покойников формалина и других ядов. А полиция не очень-то и хочет сопротивляться этому. Хоть запишись заявлений. Детское молоко с ароматом формалина и покойников. Такой продукт, вероятно, скоро будут предлагать в магазинах города Югорск, что в Ханты-Мансийском автономном округе. Местный депутат Антон Пантин обратился в полицию с требованием провести проверку по факту хранения в здании городского морга подозрительных коробок. Народный избранник прибыл на место происшествия. Однако полицейские сделали все, чтобы воспрепятствовать видеосъемке. Хамили и не давали никакой информации заявителю. Пантин Антон, заявитель. Что, что? Пантин Антон. А, я понял. Заявитель, да. Вы покинете помещение, мы здесь осмотр провали. Почему покинуть? Потому что у нас участвующие лица здесь все есть, которые необходимы нам. А вы не опечатываете помещение? А вон, который вы здесь сажаете. Мне интересно. Вам интересно? Ну, так умерьте свой интерес. Вы меня почему-то не снимаете, а? А почему я не могу вас снимать? А вы не опечатываете помещение? Смотри, там много заявлений. Там личный вид, это мои персональные данные. Как оказалось, в здании морга был организован импровизированный склад, где в холодильниках рядом с покойниками хранятся картонные коробки с детским питанием и известной марки. Всего три тонны. А рядом формалин, фенол, тимол, сулема и другие сильнейшие яды. Жильцы общежития по улице Труда 9 не спали всю ночь. Вдруг дом рухнет. Светлана Денисова сработала на опережение и на случай чего даже предупредила родственников. Я зятью звоню, говорю, ты там на всякий случай сварочный аппарат на готове держи. Если здесь завалят подъезд, ты мне решетку там подпилишь, чтобы выйти. Частичное обрушение стены многоквартирного общежития произошло накануне вечером. После звонка жильцом на место прибыла оперативная группа из администрации во главе с Олегом Кузнецовым, а также спасатели из главного управления ПЧС. Специалисты заключили, угрозы обрушения нет. Жильцы так не считают. Даже стучать не надо, она сама валится. Угрозы обрушения нет, но режим повышенной готовности на территории дома введен. Только легче от этого не становится. Вам не страшно жить в этом доме? Ну, да, конечно, страшно. А что делать-то? Живем. Боимся, конечно. Вот вчера из-за этого мы где-то часа в два, наверное, в три, наверное, люди только спать. Невооруженным глазом видно, что кирпичи сырые и держатся на честном слове. Любое прикосновение, и они посыпятся вновь. В 2016-м дом признали аварийным, но люди, как прожили здесь всю свою жизнь, так и живут. В то, что когда-нибудь переселят, не верят давно. Бесполезно. Не переселяют, да? Нет, никто и не собирается. Ты поживите, он еще простоит лет 30. Анистория сказала, нет, ничего не опасно, все нормально. Дом рушится не только изнутри, но и снаружи. Деформация строения здания налицо. Дальнейшая судьба аварийного дома и его жильцов станет известна уже сегодня, после экспертного анализа. На экстренные случаи 26-я школа уже подготовлена временно принять людей. Я прощаюсь с вами. В студии работал Евгений Анисимов. Смотрите программу «Что произошло» на канале Крик ТВ по субботам, воскресеньям, понедельникам и четвергам. Полную версию после долгого перерыва вновь выкладываем на канале Крик Ньюс. Краткую версию смотрите по субботам на канале «Реальная журналистика». Звоните нам в редакцию по телефону 8 343 262 79 37. Пишите письма, ищите на соцсетях, добавляйтесь в друзья, сообщайте новости. Увидимся через неделю.